друзья всем огромный привет меня зовут фил это канал честный блок уверен что у каждого из нас была такая в жизни ситуация нужно купить телевизор но бюджет 10 тысяч рублей то есть а желательно еще и меньше понятное дело что в эту категорию уже не подходит не samsung и не лжи и никакие другие устройства которые мы по крайней мере знаем но у нас бюджет только 10 тысяч рублей на задачу купить телевизор там не знаю на дачу домой во вторую комнату в третью комнату детям подарить маме бабушке поставить может быть его ванну и так далее бюджет 10000 все а еще конечно желательно чтоб там был смарт-тв можно было смотреть ютюбчик сериальчики подключиться к какому-нибудь и вилока еще чего-нибудь и вообще горе не знать и тут мы лезем в интернет и видим что за эти деньги ну как бы нету брендов которые бы мы вообще знали в этот момент до захватывает паниками такие что же делать может быть вообще идти на вторичку и смотреть там что-нибудь но друзья на вторичку вы пойдете без меня а сегодня расскажу про телевизор который у меня находится вот здесь вот стоимость которого меньше 9000 рублей при этом он и телек и смарт-тв и фильмы может смотреть и сериальчики может смотреть и приложение можно устанавливать и все это меньше 9000 рублей именно про такой телевизор диагональю 81 сантиметр я вам сегодня рассказываю так что друзья если для вас эта тема актуальна присаживайтесь поудобнее меня зовут филд канал честный блог погнали друзья этот телевизор от компании топ девайс и я про эту компанию не знаю ровным счетом вообще ничего ровно так же как и вы но я честно говоря очень приятно удивился что за цену меньше 10 тысяч рублей ты можешь купить себе полноценное устройство которое будет закрывать все необходимые твои задачи в плане телека ютюбчика сериалов киношек предложение и так далее это телевизор называется топ девайс 32 bs 01 32 дюйма диагональ 081 сантиметр по нашему вообще когда мне предложили протестировать этот телевизор я посмотрел на цену я понял что за 9000 рублей там наверное ничего нет вообще я ребятам говорю там наверняка ничего стоящего нет я не хочу рассказывать на своем канале про какие-то очень непонятные устройства а мне говорят если тебе не понравится ты так скажи типа телевизор не очень вас не понравится соответственно расскажи что он из себя представляет и вот что я вам хочу сказать друзья я бы с удовольствием на самом деле поругал это устройство но если было бы за что давайте загибать пальцы тв канала показывает смарт-тв есть флешки можно подключать hdmi работает сериальчики киношки все можно включить можно приложение установить ютюбчик можно смотреть и все это за цену в 9000 рублей а еще в целом то нормальная картинка и достаточно громкое звучание просто ненавидел мир то есть без проблем этот девайс закрывают вот все необходимые задачи вышли там интернет включили себе иви ока и начали смотреть свои любимые фильмы и сериалы самое главное по звучанию стереодинамики 3 hdmi входа 2 юсб показывает hd картинку и операционка работает нормально не тормозит не потупливает понятное дело что там не летает но не тормозит это самое главное то есть переключение домой на рабочий стол или на ютюбчик происходит ну там за несколько секунд и пульт у нас вот такой идет комплекте но самое главное внутри есть батарейки хотя вроде как в каких-то комплектациях их нету ну давайте попытаемся к чему можно в принципе придраться может быть у него там толстый ранг или еще что-то не в целом нормально может быть я сам по себе там не очень тонкий ну вполне себе нормально чтобы так вот поставить и смотреть вообще никаких вопросов нет я даже у вас знаете что попрошу напишите пожалуйста прямо сейчас комментариях какой бы телевизор вы лично посоветовали бы за 9000 рублей просто возьмите напишись просто модель чтобы не писать просто так что филипп ты там рассказываешь про какое-то непонятное устройство напишите ваше мнение какой телевизор вы бы взяли себе прямо сейчас за 9000 рублей это будет интересно это будет полезно люди будут смотреть ваши комментарии если вы дадите хороший совет ну круто же и понятное дело что у нас здесь android соответственно у нас есть google play у нас есть приложение об той т.в. при помощи которого вы можете установить все необходимые приложения которые как разки поддерживают платформу android tv если сильно заморочиться можно вообще при помощи флешки накатить любое пока приложение то есть по сути мы получаем устройство которое абсолютно легко можно использовать где вы хотите хотите телик смотреть пожалуйста хотите сериальчики пожалуйста youtube щит пожалуйста предложение установить бога ради если хотите транслировать с телефона на телевизор пожалуйста я даже прямо сейчас показываю вам как можно в принципе в стендов играть ну или в любые другие игры просто делая трансляцию понятное дело что у нас есть задержка да и вас скорее всего бьют но если вы не используете такую динамичную игру а что-то попроще тоже можно еще смотреть фотки видео и горе не сдать и все это происходит очень быстро и легко еще мне также понравилось как организованная настройка потому что она тоже очень очень нативно ты просто перемещаешься по разным экраном выбираешь настройки подключаешься к вайфаю все конечно же друзья с одной стороны цена в 9000 рублей настолько вкусная что хочется прямо на нее броситься но я вам рекомендую этого не делать почему потому что на телек надо прийти и посмотреть то есть прямо прийти воочию взгляд что из себя представляет телевизор потому что камера на которой я сейчас снимаю она никак не может передать насколько хорошо или плохо показывает например телевизор поэтому конечно же надо прийти и посмотреть тем более что когда вы приходите вы можете посмотреть еще и другие телевизоры тоже ну и соответственно сделать сравнение по цене и характеристик очевидно что это не какой-то ультимативное устройство здесь всего лишь 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроен мало того два с лишним гига из этой памяти уже под системой ты не можешь накатить кучу всяких разных приложений накачать торрентов но по большим счет и не надо сзади флешку воткнул и все хорошо но смотри телевизор диагональю 32 дюйма вполне себе комфортно он удачно подойдет по большому счету в любую комнату у него приемлемые углы обзора у него установлен 11 android сверху стоит операционная система smart tv wild red у него стоит ей матрица у нее и свои плюсы и минусы я не буду сейчас долго растекаться мыслью подрыву это нормальная матрица для того чтобы смотреть контент если хотите углубиться вопрос погуглите если не хватает памяти взяли флешку накатили туда фильмов сериалов подключили сзади и смотрите здесь поддерживается практически все необходимые вам кодеки а есть один косяк здесь нет выхода на наушники но с другой стороны много ли людей вообще теле смотрит через наушники в комплекте у нас конечно же есть вот такой вот пульт я уже вам про него рассказывал это классический пульту не такой модный знаете как в самсунге который заряжается от солнечных батарейки нормальный обычный средний статистический пульт с которым разберется каждый здесь удобная навигация здесь есть кнопки которые сразу же вызывают вам ока wing елка то вы и так далее тут еще кстати есть специальная кнопочка сердечком она программируемая то есть вы на нее можете назначить какое-нибудь приложение ничего кстати не сказал про сам телевизор да еще раз диагональ 32 дюйма он легкий 37 килограммов ну прямо вот с ним справится ребенок его можно поставить на ножки а можно прикрутить к стене так как он легкий соответственно не будет проблем с кронштейном ну и еще раз 9000 рублей я почему вам постоянно напоминаю про цену ну потому что я удивился что за 9000 рублей можно купить вот такое устройство я пошел кстати в интернет смотреть какие-нибудь положительные отрицательные отзывы ну в целом все довольны на озоне вообще масса людей которые просто говорят классно замечательно так далее естественно вы тоже зайдите посмотрите какие там положительные отрицательные отзывы я тут вам знаете не пытаюсь впарить какую-то дичь я просто рассказываю про хорошее устройство за хорошие деньги а еще кстати у нас здесь есть гарантия на 12 месяцев потому что все это здесь официально в итоге что мы имеем телевизор за 9000 рублей от не очень понятно нам бренда понятное дело что есть и другие бренды которые тоже предлагают в принципе нормальные телеки за эти деньги но я этот протестировал я им попользовался он у меня стоит я с удовольствием употребляю на нем контент замечательно за эти деньги вообще красота так что если вам нужно приобрести бюджетно хороший ну нормальный телевизор вот это точно рабочий вариант я все необходимые ссылки оставляю внизу переходите посмотрите еще расскажу приедите в магазин посмотрите присоединитесь прикиньте классно или нет буду рад если мое видео оказалось для вас полезным вы искали хороший телек за небольшие деньги и в итоге получаете нормальный результат на этом все большое спасибо за то что посмотрели это видео меня зовут фил это канал честный блог не болеете всем вам счастливы и пока а